Завод по производству штучных предметов искусства. На территории художественного комбината Белорусского союза художников более 80 мастерских. В каждой из них своя особенная атмосфера. Мастерская, если вы понимаете, это в первую очередь даже больше, чем дом. Да, у нас есть выставочные залы в городе и так далее. Но туда приносят продукцию. А продукция производится здесь. И вот здесь то место, где человек должен настроиться, собраться и что-то создать. Самовары, деревянные статуэтки, старинные иконы, скульптуры, свечи. Рабочее пространство Владимира Шапо напоминает музей, где каждый предмет – экспонат с историей. Вот видите, здесь, в общем-то, все собрание моих вещей, которые мне очень дороги. Эти многие вещи были взяты с брошенных, из протекающих. Вот такие, как вот этот вот Никола, видите? Самовары тоже собраны. Довольно много и довольно долгое время они собирались. Вы представляете, какая у них энергетика? Ведь за ним, это же было достояние, за ним сидела вся семья и не одно поколение. Они пили чай, женили, разговаривали, ругались, все прочее. То есть проходила огромная жизнь. И вот эта жизнь, представляете, сколько здесь жизни и сколько семьи. А в этой мастерской предметы в буквальном смысле вырастают в руках мастеров. Из небольших эскизов скульпторы создают из глины, дерева, камня предметы, которые становятся символами нашего города. То, что видит зритель или наши жители в городе, это финальный этап моей работы. Вот это рабочая модель этой бабушки. А преддверием этой бабушки была вот эта вот бабушка, которая стоит с козой. Правда, не видно, это как бы с дерева. Эта работа была где-то лет 5-6 раньше, чем появилась эта бабушка. Это была у меня мысль, она родилась летом, когда я помню эту бабушку с козами. Это вот соединение природы, жизни. Выставки его работ украшают не только музеи нашей страны. Находятся в залах Австрии, Германии, США, Канады, Китая. Здесь, в своей мастерской, Семен Дамарат создает пейзажи, через которые знакомит весь мир с тонкой белорусской природой. В свободное время и других дел бегу в эту мастерскую. И бывает очень поздно работаю, и вот уже, в принципе, бросил писать, уже положил кисть, потом вдруг посмотрел на холст, скажет, здесь еще надо что-то добавить. Увидел, вернее, что-то исправить, снова еще в пальто стою, уже дописываю. Но потом все равно понимаешь, что надо идти домой, что беспокоиться уже жена, допустим, поздновато. В этом пространстве трудились Асгур, Кищенко, Бембель. Место, пропитанное особым духом творчества, отражает блики мастеров в своей галерее. Дарья Бегун, Александр Берецкий о твоем городе с приставкой арт.